Девушки отдыхают Хотя рядовые липчане вполне могли назвать новостью года потоп. В июне Липецк затопилось. Прошел сильный ливень, последствия которого некоторые горожане расхлебывают по сей день. До сих пор продолжаются и протесты дальнобойщиков. Они не сдаются и требуют отмены системы Платон. Когда идет экономика в минус, никак нельзя брать уже с нас. Это называется, снимают шкуру. Главным политическим событием года сначала предполагались выборы в городской совет депутатов. Они поставили антирекорд. Проголосовал только каждый пятый липчанин. Зато парламент стал многопартийным. Мне кажется, у нас будет получаться, потому что все-таки, несмотря на политическую конъюнктуру, которую сегодня высказывали коммунисты, люди разумные будут работать именно на благо горожан. При этом сам спикер городского совета депутатов в этом году уверенно пахал медийное поле. Он и в автобусах ездил, когда началась эпопея с ценами за проезд, и качеством обслуживания пассажиров интересовался. Конечно, это не новый автобус, старый. Впечатления негативные. Вы сядете на сиденье? Хотите, чтобы я посидел? Грязно? Ну, сиденье не грязное, я вам покажу. А билет как расплатиться, знаете? Знаю, вот видите. Тиньков поиграл мускулами, показал, что он в хорошей спортивной форме. Одним из первых сдал нормы ГТО, сохранил за собой кресло спикера и получил награду, как самый открытый руководитель. А в областном парламенте подтвердили афоризм, что это не место для дискуссии. Теперь депутата, если он выйдет за рамки регламента, могут лишить слова. На наш взгляд, это чистой воды цензура. При этом сами же коммунисты на всю страну весной прославились установкой памятника Сталину, человеку, в эпоху которого процветали репрессии. Политическая новость оказалась криминальным оттенком. Бюст облили краской. Тут два, наверное, момента. Вопрос из области политической. Или, мягко говоря, у этого товарища не все хорошо со здоровьем. В медийном пространстве страны область прогремела еще и с романтической историей про Икара. Александр Колесник, пилот-самоучка, поднялся в небо, но упал. Пролетел 50 километров. Облетел деревню Ивановка, Березовка, Козинка, Михаловка. Спустя два месяца Липецк погрузился в траур. Турецкие военные сбили российский самолет. Погиб лепчанин Олег Пешков. Он стал героем России посмертно, а в стране стали появляться улицы его имени. Олег навсегда останется в истории Воздушно-космических сил России. Мы будем всегда ее помнить. На его примере воспитывать молодое поколение. И вот оно случилось. Мэр ушел в отставку. Такой неожиданный новогодний подарок. Мало кто поверил в то, что он сам так захотел. Решение. Это мое. Об отставке. И моей семьи. Харизматично, известно не только в Липецке, но и в стране. После отставки заговорили даже об эпохе Гулевского. Я люблю Липецк. И действительно это так. От души и от сердца. Нового мэра выбрали сначала 12 членов комиссии. А потом депутаты. Сергей Иванов лепчанином еще не стал. У него тербунская прописка. И вряд ли он смог бы победить на всенародных выборах. В Липецке его пока мало кто знает. Темная лошадка. Хотя для Сергея Иванова этот год лошади стал очень удачным. Этот год прошел для меня под знаком 70-летия Победы. Практически каждый месяц здесь, на площади героев, собирались лепчане. Одни, чтобы вспомнить, другие почтить. Герои Сталинграда, участники Бессмертного полка и Парада Победы. Сотни, тысяч неравнодушных. И одна победа на всех. Эту встречу мы снимали под проливным дождем. 2 февраля, в день завершения Сталинградской битвы, они решили собраться вместе. Оборона Мамаева-Кургана, операцию «Ран». И вот 72 года спустя Андрей Самсонов в деталях помнит, как это было. Немцы любой ценой стремились захватить город. Даже в дивизиях вместо 5-8 тысяч человек по 400, а были дивизии по 35-40 человек оставалось. Такие истории может рассказать каждый из них. Они прошли войну от начала и до конца. Вся грудь в орденах. Теперь на парадном пиджаке появится еще одна юбилейная медаль. 28 тысяч лепчан, ветеранов и тружеников тыла в этом году стали ее обладателями. В овациях весьма окупался еще один фронтовик Петр Кащенко. Больше 10 лет он собирал деньги на памятник Победы. И вот, наконец, совершилось. Его открыли 8 мая на одноименной площади. И этот монумент стал поистине народным. Я хорошо помню, когда встречается человек со мной на остановке и спрашивает, вы Петр Иванович, я Петр Иванович, найдет вам деньги на сооружение памятника Победы. Но героями наших сюжетов становились и другие люди. Эти 7 человек – заказчики похищений, исполнители и убийцы, липецкого бизнесмена и депутата Михаила Пахомова. Преступление произошло еще в феврале 13-го. И вот, наконец, в деле поставлена точка. За решеткой осужденные проведут от 3,5 до 14 лет. Конечно, я сожалею. Любой бы сожалел бы. Ну, что поделать. Никто не застрахован. Слова раскаяния в этом году в судебных процессах не редкость. Вот, например, дело водителя КамАЗа Петра Губина. В Кузьминских отвершках прямо на пешеходном переходе он сбил 15-летнюю школьницу. Девочка скончалась на месте. Попросить прощения у родителей, родных и близких. Я сам сожалею, у меня просто нет слов. Я бы хотел извинения своих сейчас сказать. Не получилось сразу. Сейчас приношу вам свои истории на большейшем извинения. А это уже извиняется виновник другой трагедии. Но опять-таки с участием детей. Авария на улице Водопьяново унесла жизни сразу двоих подростков. Приговор Денис Кузьмин услышит уже в следующем году. А пока надеется и верит. Тюрьмы удастся избежать. Пойдем до Москвы, пойдем куда угодно. До Астахова, до Путина. Будем звонить. Мы не дадим закрыть этот центр. Чего бы это нам не стоило. Надежда и Вера в чудо сейчас живут и сотни липецких семей. В этом году им сообщили. Подгоринский реабилитационный центр ждет переезд. А потому под бой курантов они загадают лишь одно желание. Чтобы все было как прежде. И для них это тоже будет победа. Уходящий 2015 для меня, как и для многих, стал годом ограничений. Мы пережили годовщину санкций и падения рубля. По водорожанию продуктов и понижению зарплат еще переживаем. Многие стали меньше покупать, больше экономить. Кризисный 2015 стал годом новых умений и уроков. В этом году я, как и большинство россиян, следила за курсом валют. Если в мае доллар стоил ниже 50 рублей, то уже в конце августа поставил новый рекорд – 71 рубль. И примерно с такими же значениями заканчивается этот год. Больше всего меня тронули новые условия жизни валютных заемщиков. В стране их сотни, в Липецке около десятка. Рухнувший рубль почти не оставил им надежд выплатить ипотеку. Ежемесячные платежи выросли в несколько раз. Квартира эта стоит порядка 2 миллионов рублей. То есть даже если у нас забирают эту квартиру, мы будем должны больше миллиона рублей. Как стоимость нефти влияет на курс валют и на цены в магазинах? Главное экономическое уравнение 2015-го усвоили, наверное, все. За год резко выросли цены на продукты. По официальным данным Росстата на 15%. Хотя некоторые фрукты и овощи подорожали в два раза. В Липецке в начале года дважды повышают цену на продукт номер один – хлеб. Первыми новые ценники замечают пенсионеры. Разница в 2-3 рубля за буханку для них – ежедневная существенная трата. Я смотрю, оно подорожало на 3 рубля. Он был 24,30, а сейчас 26,75. Вот я и не стала брать. У меня есть еще старый хлеб, я доедать буду. Пока горожане привыкают к ценам, чиновники изобретают новые экономические термины. Волшебное ручное управление экономикой должно остановить подорожание социальных продуктов в Липецке. Но этого так и не происходит. Красную икру ели, а теперь икру не стали есть, значит уже другую икру начали есть. Вот это только одно единство. А как человек употреблял молоко, так он употребляет яйцо точно так же и хлеб. Этот год стал проверкой на прочности для предпринимателей. Высокие ставки по кредитам, подорожавшее сырье и техника, им пришлось работать в непростых условиях. В Липецке в течение года появлялось все больше пустующих площадей и объявлений аренды. Сложно говорить о каких-то глобальных закрытиях, сейчас такого конечно же нет. Но то, что определенная оптимизация на предприятиях есть, это факт. Предприниматели, получается, что за счет своих доходов, за счет своих прибылей покрывают те убытки, которые есть. Но при всех этих минусах есть и положительные примеры. Многие освоили новое дело. В городе открылись несколько ресторанов, кафе и кофеин. Люди, которые пили, не будут называть заедение кофе, они теперь пьют у нас кофе. Не то, что у нас ценник дешевле, а то, что у нас и вкусно, и плюс, еще они могут экономить на карман. В нашу жизнь прочно вошли экономия и оптимизация. И даже многие корпоративы прошли без Деда Мороза и Снегурочки. И, скорее всего, в следующем году мы продолжим учиться экономить. Но все же пусть главным умением 2016 года будет умение радоваться жизни. Уходящий 2015-й лично для меня был полон событий и хороших, и плохих. Но я никак не думала, что буду наряжать елку именно в этой квартире. История семьи Аксеновых стала для меня самой важной в этом году. Как вы видите, они успели отремонтировать квартиру после пожара. Все благодаря вам, нашим телезрителям. Вы не остались равнодушны, и это лучший подарок для них к Новому году. Еще несколько месяцев назад эта квартира больше напоминала развалины. Вот так она выглядела на второй день после пожара. Тогда они еле успели спастись. И все, о чем просила многодетная семья – помочь с ремонтом. Уже на следующий день телефон в редакции телекомпании не умолкал. И ходили, обули и помогли восстановить жилье. Эта история для меня – настоящая новогодняя сказка. Все помогали. Кто узнал вообще об этом и не остался у меня души. Поэтому хочу поблагодарить всех, чтобы в следующем году, сколько они добра сделали, вернулось многократно. Одним из главных событий этого года стала программа по спасению нашего профессионального хоккейного клуба. Сначала мы прекрасно окончили сезон. Пятое место в регулярном чемпионате высшей хоккейной лиги Липецк не занимал никогда. А позже, как снег на голову на болельщиков, обрушилась новость о том, что хоккейный клуб Липецк прекращает свое существование. И с этим смириться не мог никто. С каждым годом, если брать отчет со сноса юбилейного, у нас все ниже и ниже команды участвуют. То есть дивизионам ниже с каждым годом. Тоже футбольный клуб «Металлург». Вот сейчас хоккейный клуб Липецк вовсе прекратит существование. Профессиональный спорт нужен для детей, для того, чтобы детям было куда стремиться. Для детей должны быть кумиры, которых они должны видеть, на которых они должны равняться. Акцию по спасению развернули в интернете и на улицах города. Собирали подписи, ходили в администрацию, устраивали флешмобы и митинги. Вот только как ни крути, спасти клуб не удалось. И похоже, что вместе с его исчезновением Липецк попрощался с большим спортом. Правда, власти считают по-другому. И, как всегда, обещают, что у нас все наладится. Мы эти деньги перенаправим и на эти деньги организуем спортивные школы в других районах нашей области. Спортсмены подкачали, а вот артисты в уходящем году радовали. В год 70-летия Победы было куда сходить и на что посмотреть. Мне больше других запомнился музыкальный спектакль Липецкой филармонии «Жизнь за Отечество». В постановке приняли участие около 200 человек. Это и народные артисты России, и актеры театра драмы, камерный хор и симфонический оркестр. Это была самая масштабная премьера года прежде всего из-за необычного сценария. В ней собрали историю трех поколений. Нашего земляка Василия Вобликова, который повторил подвиг Ивана Сусанина и завел немцев в непроходимый овраг. Подвиг самого Сусанина и журналистов, которые снимали документальный фильм про Вобликова, а после погибли на Донбассе. В 2015-м в Липецке открыли центр, который дал надежду на счастье многим семьям – Центр ЭКО. Он расположился в бывшем здании Сокольского роддома. В нашем городе как минимум 700 человек борются с диагнозом бесплодие. Только за два первых месяца работы они приняли больше 300 человек. В наших руках есть современные технологии, в наших руках есть знания и опыт. И мы готовы помогать липчанам всеми способами стать родителями. В Центре ЭКО принимают и бесплатно, по поясу и за деньги. И для некоторых липчан долгожданное прибавление стало лучшим подарком к новому 2016-му. Самое главное, чтобы марафон добрых дел и хороших начинаний в нашем городе продолжился и в высокосном году. КОНЕЦ Элли в стране новогодних чудес. Так называется ледовая сказка от спорткомплекса «Звездные». Шоу по мотивам повести «Волшебник изумрудного города» будет радовать липецкую детвору с 29 декабря по 8 января. Представление готовили два месяца. В истории есть коварные злодеи, колоритные четвероногие актеры и яркие герои. В общем, все, что нравится маленьким зрителям. Это образ двигающегося дровосека, полуробота, полутерминатора, вот этого. Они реагируют на это, им это нравится. Несмотря на юный возраст, 9-летняя Вероника Паничкина уже не новичок на сцене. Третий год подряд она участвует в новогодних постановках наравне со взрослыми актерами. Телнее всего было попадать в ритм. Еще разговаривать под слова, потому что надо было учить всю свою роль, учить все слова. И вот эта маленькая собачка помогала мне во всем. В конце «Ледовой сказки», конечно же, добро побеждает зло. И появляется Дед Мороз, чтобы поздравить юных хлебчан с Новым годом. Нам понравилось очень это представление. Внученька была такая довольная. Что нам, Маша, больше всего понравилось? Ну, наверное, Дед Мороз со Снегурочкой всегда, да? Очень много сказочных персонажей. Вы знаете, очень много. Все такие, ну, как настоящие. Очень все замечательно, все очень здорово. Ребенку нравится, ребенок в восторге. Какой замечательный праздник. Особенно понравилась, наверное, собачка. Правда? Красивые персонажи, да, Ульян? Порадовали. Организаторы приготовили для местной детворы не только яркое ледовое представление. Для малышей от трех до десяти лет в «Звездном» проходит елка с героями любимых мультфильмов. Работают мастера по аквагриму. А еще можно устроить памятную фотосессию с очаровательной четвероногой моделью. Ледовая сказка «Элли» в стране новогодних чудес. В спорткомплексе «Звездный» до 8 января. Справки и заказ билетов по телефону 39 00 18. Прогноз погоды на канале ТВК представляет группа компаний «Су-5». Генеральный подрядчик строительства жилого комплекса «Европейский» на территории 32 и 33 микрорайонов. Партнер прогноза погоды группа компаний «Су-5» представляет жилой комплекс «Европейский». Купи квартиру ЖК «Европейский» в декабре и получи гарантированный подарок к Новому году. Здравствуйте, студия Елена Повернова. Я расскажу вам о погоде на 1 января. В первый день Нового года условия погоды в Липецкой области существенно не изменятся. Сохранится морозная погода. Столбики термометра будут в интервале от 11 до 15 градусов ниже нуля. Из-за близости фронтов могут попадать небольшие осадки. Фон атмосферного давления будет чуть выше нормы. В праздничные дни погода подготовила разнообразное меню. Будут и рождественские морозы, и слабая оттепель. Хочешь изменить свою жизнь, переоденься. Салоны дизайнерской одежды объявили о праздничной скидке до 50% на коллекцию «Осень-зима». «Фьюжн» – это одежда, исполняющая желания. Счастливого вам встретить Новый год. Хорошего настроения. До встречи в Новом году. Салоны «Фьюжн» представляют завораживающие новогодние коллекции от известных российских дизайнеров.